Слушай, ну зачем тебе это актерское мастерство? Ну иди ты на какую-нибудь нормальную профессию, деньги получать. Ну артисты эти полы вечно моют, они вообще никому не нужны. Интересно, а если я учился на артиста театра кукол, меня потом возьмут в театр драмы? Меня не берут ни в какие театры. Вот куда мне идти? Вот зачем я это все заканчивала? Родители были правы, надо было идти на бухгалтера. Стоп, давайте разберемся. Многие думают, что если закончишь театральный институт, то можно пойти только в театр или в кино. Но там пробиться сложно, поэтому зачем вообще пытаться? Зачем что-то пробовать, если можно пойти на ту профессию, где тебя 100% возьмут на работу и будут деньги платить? А вот это, ну кому это надо? Актерское мастерство, артистики. А потом что делать с этим? Работы-то нет для них. Вот и все. Так вот, ребята, на самом деле работа есть. И есть очень много вариантов, куда можно пойти, устроиться. И вообще, когда у вас будет навык актерского мастерства, да вы сможете кем угодно пойти работать, особенно если будете пользоваться этими своими талантами. Но что касается творческих профессий, то есть именно актерских, тут есть несколько путей. Конечно, первый путь — это театр. Потому что, когда мы учимся в театральном институте, все как бы педагоги, они учат так, как будто, ну все будут прям в театре. Ну вот всех учат так, как это в театре будет, как мы будем играть в спектакли и так далее. Но на самом деле на театре не сошелся свет. Это не значит, что мы должны идти после театрального именно туда. Если, тем более, тебе это не нравится, тебе это не хочется, то не надо идти так, как тебе говорят. Да, действительно, там мало платят. И чтобы зарабатывать хорошо, тебе надо очень долго работать, пробиваться в главные роли. И если у тебя их будет много, то только тогда ты будешь получать очень хорошие деньги. А если ты будешь на вторых планах, или тем более в массовке, или просто сидеть на ставке в театре, то, конечно, платить тебе не будут. То есть будут платить, но только минимальную ставку, ну или там чуть-чуть с прибавкой, если у вас есть второстепенные роли, это, конечно, хорошо, это уже лучше. Но на самом деле существует не только театр, есть еще кино. Конечно, да, туда трудно пробиться, там нужны знакомства, и там нужно постоянно отбивать пороги, постоянно ходить на кастинги, постоянно вымаливать, выпрашивать на коленках и так далее. Но это тоже не единственный выход. Потому что существуют еще и другие работы для артистов. Например, вы можете стать актером дубляжа, озвучивать мультфильмы, сериалы, фильмы. Для этого вам надо отправить короткое видео, портфолио о том, как вы озвучиваете какой-то фильм, какой-то короткий кусочек там из фильма, из мультика, из любого вообще, какого вы хотите. Отправляете это коротенькое видео вместе со своим резюме в те компании, которые занимаются этим творчеством, этим делом, где есть актеры дубляжа, и где они нужны. Об этом, обо всем можно посмотреть в интернете, подробно про это узнать, если вам это интересно. Если вы ищете работу, вам прям очень-очень надо, то, я думаю, вы как артист будете оббивать все пороги и искать возможности найти для себя место под солнцем, да? Другой путь вы можете пойти учителем, репетитором, преподавателем, вести какие-нибудь детские курсы театральные, разные кружки, студии существуют для маленьких ребят, для взрослых, для людей, которые с ограниченными возможностями, есть очень много разных таких студий и направлений. Также вы можете, например, преподавать в своем институте, в котором вы закончите обучение, любой предмет, там, сценическую речь, танец, актерское мастерство, там, главное, вам надо поговорить с педагогами, которые вас учили, спросить, как это все делается, что вам нужно пройти, какие-то курсы, или что-то закончить, или с кем-то поговорить, ну, как бы, как вы будете, либо в штате, либо вы будете помогать просто к какому-то преподавателю, вести пары и так далее, то есть все это можно узнать у своих педагогов. Ваш институт, который вы заканчивали, в котором вы учились 4 года, обязательно вас примет, потому что все преподаватели очень хотят помочь своим студентам, и, я думаю, там не будет никаких проблем устроиться, если вы хотите преподавать. Либо идите в школы, в садики, каким-то творческим руководителем, который будет вести актерское мастерство для определенной возрастной категории. Также вы можете пойти на телевидение, на радио, попытаться попробоваться туда, разослать везде свои резюме, везде приходить, везде говорить о том, какой вы замечательный, какой вы офигенный, потому что 4 года обучились, у вас есть поставленный голос, у вас есть хорошая дикция, замечательная речь, которую вы учились 4 года, поэтому на радио, на телевидение, почему бы и нет, почему бы не попробоваться. Я думаю, артисты там даже очень в цене. У вас есть обаяние, харизма, вы всему научены, вы умеете читать с листа любые произведения, любые тексты, а это и надо на телевидении и на радио, поэтому вперед, попробуйте туда, почему бы и нет. Некоторые ребята после окончания театрального института объединяются своим курсом и создают свой камерный театр, театр своего курса. Мне кажется, это очень здорово, показывают свои спектакли, которые играли во время обучения, плюс придумывают новые, какие-то проекты и так далее. Это очень интересно, очень классно, и если у вас есть желание с курсом такое создать, то это здорово. Правда, там нужны деньги, нужны вложения, надо быть готовым к тому, что первое время не все будут к вам ходить, надо постоянно искать зрителя, то есть тут есть свои заморочки, но тем не менее, если вам это интересно, всему вашему курсу, то здорово можно создать такой театр, где место найдется действительно для всех ребят с вашего курса и развивать это дело. Кстати, артистов еще очень любят в модельной сфере, очень любят фотографы, потому что никто из моделей не передаст так тонко все эмоции на лице, как это сделает артист. Поэтому фотографы очень любят артистов, и в крайнем случае можете пойти в модельный бизнес. Ну и напоследок, тоже очень артистические профессии, но о них, конечно, мало задумываются, и мало кто хочет идти на них после театрального института, потому что хочется подмостков, хочется лавров, хочется славы, хочется, в общем, играть в театре, например, да, или там вообще с партнером. Но, тем не менее, это очень артистические профессии. Ведущий корпоративов, свадеб, чего там еще, юбилеев и так далее. И аниматоры. Аниматоры, которые ведут детские праздники, дни рождения, и также играют с детьми, и также играют ролью каких-то персонажей, каких-то героев и так далее, развлекают людей. И я вот лично сама работала аниматором, я понимаю, что это чисто актерская профессия. И берут туда, причем, без актерского образования. Так же, как и ведущим можно стать без актерского образования, но когда оно у вас есть, вы представляете, каким профессионалом вы можете стать среди своих конкурентов или там каких-то коллег и так далее. Тем более, работая ведущим, вы можете работать на себя, то есть представлять именно себя, рекламировать себя в инстаграме, показывать свои работы, портфолио, говорить о том, что вот, вы там артист, вы закончили театральный институт, поэтому ваш свадебный вечер будет похож на спектакль, я там все устрою и так далее. Разрекламировать прям себя. И это круто и прибыльно, и тоже очень весело. Вы тоже играете роль, вы тоже развлекаете людей, вы тоже обращаете на себя внимание. Это тоже все лавры ваши и все денежки тоже. Так что это очень прибыльная профессия. Но артисты, которые заканчивают театральный институт, многие хотят вот только на сцене. Они вот считают, что быть ведущим или быть аниматором, это как-то зазорно, ну как-то стрёмно, потому что, ну я же учился не ради этого. Но на самом деле, ребята, если вы хотите найти работу и хотите продолжать свою творческую деятельность, то в принципе, какая вам разница в театре вы, или вы на свадьбе, на корпоративах, главное, что вы свое творчество выражаете. Я думаю, что важнее всего это. И аниматором работая, вы тоже играете, вы тоже развлекаете детей, показываете сценки, спектакли. Аниматоры бывают разные, бывают аниматоры, которые сидят просто с детьми в торговом центре, да, там играют, пока родители ходят. А бывают аниматоры, которые прям играют персонажей, устраивают дни рождения, праздники и так далее. Вы можете создать вообще свой собственный там бренд, вы можете создать свою собственную команду, будучи аниматором, создать команду, ездить по праздникам, да, то есть работать, людям показывать и так далее. То есть свою компанию такую, да, организовать. Или организовать компанию того же ведущего и музыкантов, видеографа, там фотографа, которые будут работать вместе. И с этой командой вы будете ездить по всем корпоративам, праздникам и так далее, становиться известными, Потому что очень удобно, когда вот прям есть команда видеографа, фотографа, ведущего, там, диджея, и просто ребятам, которые устраивают себе свадьбу, им очень будет круто купить вот такую команду и все, и не искать по раздельности. Или вы можете работать самостоятельно на себя, быть ведущим по вызову или быть аниматором, также работающим сам на себя, но только для этого тоже надо какую-то иметь базу, портфолио, что-то иметь, какое-то начало, какое-то где-то, чтобы были отзывы какие-то, чтобы вас знали, чтобы потом самостоятельно как бы это развивать. То есть все равно начинать именно со своего бизнеса сложно, надо сначала что-то вот коллективное где-то куда-то устроиться, а потом уже посмотрите, как вам это нравится. Тем более в театр набирают каждый год, ну не все, конечно, театры каждый год набирают, но тем не менее, если вы, например, в этот год, да, после поступления никуда не устроились вообще, никуда не взяли, в какой театр, то идите, пробуйте там аниматором работать, пробуйте ведущим, пробуйте еще кем-нибудь, то есть варианты я вам накидала, попробуйте, этот год поработаете, на следующий год опять придете в театр, опять будете просить, опять будете пробовать, но у вас хотя бы год не будет потерян, и вы будете все равно в творчестве находиться, потому что наш актерский инструмент, его тоже надо все время как, знаете, как у спортсменов накачивать мышцы и держать их в тонусе, также и наше чувство актерское, как бы вот это мастерство тоже надо всегда держать в тонусе, поэтому хотя бы что-то творческое, но обязательно надо иметь вокруг себя, обязательно надо крутиться в этом творчестве, и актерское мастерство не забрасывать до следующего года, до следующего приема в театры. Не расстраивайтесь, если не возьмут в театр, не расстраивайтесь, если не берут в кино, все равно пробуйте, все равно стремитесь, все равно работайте в творческой профессии и поддерживайте в тонусе свое актерское мастерство, и все тогда получится, все будет замечательно. Если долго мучиться, все равно что-нибудь получится, поэтому никогда не переживайте и не расстраивайтесь, выход есть всегда, так что кто хочет, всегда заработает, особенно на своем любимом деле, поэтому не стоит говорить, что актерское мастерство это неприбыльная профессия, смотря как человек хочет быть актером, смотря как человек желает этого, а если он хочет, то и деньги будут, и он заработает, и все будет замечательно, так что верьте в своих детей, если сейчас меня смотрят родители, и дайте им возможность попробовать осуществить свою мечту, и вы сами увидите, что они на своем любимом деле добьются действительно многого, покорят вершины, высоты, хотя кажется, что артисты они все нищие, нет, те, которые действительно горят, верят в себя, они никогда не будут нищими, понимаете, так что верьте в себя, верьте в своих детей, и пусть все у вас обязательно получится работать, есть где, всегда, главное не бросайте искусство, ну на этом все, всем спасибо за внимание, пока!